Добрый вечер и приветствую всех на этом канале. Сегодня я решил снять видео вот так вот с лицом. Это немного нестандартно для моего канала, но я решил снять это видео чисто так, для эксперимента. В этом видео я решил снять такой ностальгический обзор на мой старый ноутбук. Конечно, это не какой-то там техно-обзор, так как, ну, блин, ноутбуку уже как бы три года, и данный обзор просто не актуален, ну, разве что, если вы не решили купить такой же на Ави. Но, тем не менее, я решил снять чисто так, из чувства ностальгии. Мы просто посмотрим на мой старый ноутбук, протестируем в играх. Итак, переходим к видео. Итак, сразу скажу, это довольно-таки плохой ноутбук. Насколько сейчас помню, стоил он около 55 тысяч в ДНС, так как бренд Asus это всё-таки бренд, поэтому это вообще неудивительно. Например, ноутбук от HP, который стоил ещё дешевле этого, был даже лучше по характеристикам, но про характеристики я скажу чуть позже, хотя там всё очень-не очень. И да, пожалуй, если вы очень любите бренд Asus, то не надо писать гневные комментарии. Это видео просто мой опыт использования, и в этом видео я просто расскажу о том, что мне понравилось или не понравилось в этом ноутбуке. Кстати, при написании данного сценария меня посетила одна интересная мысль. Вот как обычно делают обзоры другие ютуберы. Пользуются ноутбуком от силы месяц и снимают про него видео. И рассказывают об опыте использования. Но месяц это крайне мало, чтобы нормально попользоваться ноутбуком и понять все его плюсы и минусы. Так что это видео, наверное, максимально объективный обзор. Итак, разберём его дизайн. Дизайн тут ниже среднего. Ну вот серьёзно, за эти деньги всё те же ноутбуки HP предлагают дизайн куда лучше. Вот, например, да, это более современные модели ноутбуков, но всё же их дизайн не особо-то изменился с 2018 года. Так вот, я не любитель игровых ноутбуков, которые, ну прямо такие игровые. Тем не менее, у моего ноутбука довольно-таки строгий дизайн. Но, блин, тут даже кнопки не светятся. А это, знаете ли, немного неприятно. Всё-таки за такую цену подсветка клавиш не помешала бы. Также есть другой момент. Это ноутбук вроде бы не особо тонкий. Это никакой не ультрабук. Нет, он не какой-то огромный, тяжёлый. А такими нередко бывают игровые ноутбуки. Тем не менее, это даже скорее минус. Так как если речь идёт про игровой ноутбук, то это более чем нормально, когда он большой и тяжёлый. Так как всё-таки дело в охлаждении. А оно в ноутбуках нередко бывает просто отвратительным. Да, тут ужасная система охлаждения. Так как, когда я разбирал этот ноутбук, чтобы почистить, видел, что там всего один вентилятор отвечает за охлаждение процессора и видеокарты. Это уже просто без комментариев. А греется и гудит. Он даже в самых простых играх, таких как CS GO или Half-Life 2. А эта игра вообще из начала 2000-х. Так что без наушников играть не стоит. Хотя для меня это не проблема, так как я всегда пользуюсь наушниками, даже когда просто сижу за компьютером. Поэтому для меня это вообще не проблема. И также, если у вас игровой ноутбук, то я вам советую регулярно хотя бы раз в год чистить его от пыли и менять термопасту. Так как у меня вообще через пару лет в играх этот ноутбук начал просто выключаться от перегрева. После чистки и замены термопасты, разумеется, это пропало. Но всё это говорит о том, что система охлаждения ни о чём вообще. И пожалуйста, не пишите в комментариях, что это из-за того, что я его не чистил от пыли. Нет, не спорю, ноутбуки желательно чистить хотя бы раз в год. Но насколько я знаю, некоторые свои ноутбуки годами не чистят, а у них всё хорошо. Так что, наверное, это говорит о том, что в моём ноутбуке система охлаждения так себе. Ну и да, чистить конкретно этот ноутбук, это тот ещё геморрой. Так как разбирается он крайне проблематично. Но опять же, я от многих слышал, что ноутбуки Asus в этом плане не очень. Но знаете, лучше бы он был чуть больше и тяжелее, но в нём была бы нормальная система охлаждения. Ну и да, весит этот ноутбук около 2 килограмм. Это, конечно же, плюс, так как это, в принципе, не так уж и много. А что тут по характеристикам? Изначально тут были следующие характеристики. Процессор i5-8250U, видеокарта GTX 10 52 гигабайта, оперативная память 6 гигабайт, а также один SSD на 128 гигабайт и жёсткий диск на 1000. Почему я сказал изначально? Потому что здесь сломался жёсткий диск, и его пришлось менять. И я поставил сюда SSD VD Green на 240 гигабайт. Никогда так не делайте, берите SSD минимум на 500 гигабайт. По крайней мере, если вы играете в игры. Так как всё-таки современные игры могут весить по 100 гигабайт. Тем не менее, характеристики тут, мягко говоря, средние. Даже по меркам 2018 года. Как минимум, тут процессор с приставкой U. Если вы не знаете, то процессор с приставкой U значит, что у него пониженное энергопотребление. И, понятное дело, это негативно сказывается на производительности ноутбука. Но, с другой стороны, как я сказал ранее, с такой-то системой охлаждения другой бы тут просто перегрелся. Видеокарта также не очень. Сами подумайте, GTX 10 52 гигабайта. Да, по меркам 2018 года это было нормально. По крайней мере, игры 2018 года она тянет. Тот же Far Cry 5 на минимальных настройках в разрешении 1600 на 900. Да даже Battlefield 5 он тянет, но опять же на низких настройках. Также хочется сказать про оперативную память отдельно. Так как у меня всегда был вопрос, почему в ноутбуках так любят ставить именно 6 гигабайт. Конкретно в моем ноутбуке стоят две планки. Одна на 4 гигабайта, а другая на 2. Но, но что мешало поставить две планки по 4? Это было бы совсем немного дороже. Ноутбук стоил бы дороже рублей на 500. А это вообще ни о чем. Но в таком случае была бы выше производительность, так как память работала бы в двухканальном режиме. Для тех, кто не знает, это дает прирост производительности компьютера. А во-вторых, памяти было бы больше. Просто 6 гигабайт, это даже по меркам 2018 года было мало. Причем опять же, у тех же ноутбуков от HP, которые стоили еще дешевле, было уже по 8 гигабайт оперативной памяти. Вообще, у него есть еще один огромный минус. Это USB порты. Всего у ноутбука их три. Но проблема в другом. Проблема в их расположении. Слева находится один USB порт и HDMI, а также разъем для microSD карточки. А справа находятся два USB порта. И вот тут встает вопрос, кто вообще придумал такое расположение USB. Вы спросите, а в чем вообще проблема-то? А сами подумайте, если вы будете пользоваться мышкой, то они просто будут мешать. Я считаю, что куда лучше было бы, если бы Asus, наоборот, сделали бы с правой HDMI и один USB порт, а два USB с левой стороны. Но все равно три USB порта, это маловато. Все-таки 4 USB было бы оптимально. Вот подумайте сами, сколько девайсов вы подключите обычно к ноутбуку? Наверное, вы как минимум подключите мышку, наушники. Да, для наушников есть разъем 3,5 миллиметра, но это если речь идет про обычные наушники. А если в наушниках предусмотрен звук 7.1, то в таком случае вам понадобится подключать их по USB. А если вам понадобится подключить флешку или жесткий диск, то все, три USB заняты. А вот теперь представьте, что вы решили подключить к своему ноутбуку монитор, как раньше это делал я. То все, мышка, клавиатура, наушники, и все, все USB заняты. Поэтому все-таки 4 USB это, как по мне, минимум. А теперь проведем тесты в играх. Разумеется, чего-то особенного от этого ноутбука ждать не стоит, так как он старый, но... Чтобы было понятно, я взял одну игру, вышедшую в 2016 году, а другую в 2018. Это Lara Croft и Far Cry 5. И что мы видим? Lara Croft кое-как идет на средних настройках, Full HD, и... Тут даже 30 FPS нету. Но если поставить низкие настройки графики, то вот уже где-то 30 FPS есть, а если поставить разрешение 1600 на 900, то, наверное, можно будет и на средних настройках поиграть. Да, именно так я эту игру и проходил в свое время. Но, в принципе, такое разрешение при таком маленьком экране, это вообще не будет отличаться от обычного Full HD. А что касается Far Cry 5, то тут 20 FPS на самых низких настройках, опять же, Full HD. Поэтому, чтобы можно было хоть как-то поиграть, то надо ставить разрешение 1600 на 900 и самые низкие настройки графики. И опять же, именно так я первый раз проходил эту игру. Так что в новые игры на нем не поиграешь. Но вот только я не только играл на этом ноутбуке, но и монтировал видео. К сожалению, у него не хватало мощности для монтажа видео, поэтому я монтировал видео в 720p. Хотя даже так монтировать было некомфортно. Так что для видеомонтажа этот ноутбук также не очень подходит. Так как 6 ГБ оперативной памяти, это все-таки маловато. Также не могу не сказать про его экран, который, объективно говоря, неплохой. Но вот только если смотреть на него прямо. Так как если смотреть на него хоть немного под углом, то опять же будет не очень. Но а так экран нормальный. Глаза от него не болят, не яркие, не тусклые. Так что в принципе нормально. С клавиатурой тут тоже все хорошо. Да, тут нет подсветки клавиш, но тем не менее, сама клавиатура здесь неплохая. Она довольно-таки удобная, как для игры, так и для офисных задач. Вот только, блин, не знаю, вот скажите, по-вашему вообще существуют игровые и неигровые клавиатуры? По-моему, нет. Если на клавиатуре удобно печатать, то он, наверное, на ней будет так же удобно играть в игры. В любом случае, клавиатура тут неплохая. Но подсветка тут все-таки не помешала бы. Кстати, про вот эту вот наклейку хочется сказать отдельно. В общем, эта наклейка, понятное дело, которая шла в комплекте с мышкой от компании Razer. Но они всегда кладут в комплект вот такие вот наклейки к своим мышкам, наушникам, вот. И, в принципе, я мышку купил сразу после того, как мне подарили ноутбук. И этой наклейке уже три года. Уже три года она тут. И, как вы видите, она уже несколько раз отклеивалась. Я ее приклеивал. Вот. И эта наклейка до сих пор тут. Кстати, да, если вы хотели написать в комментариях о том, что я не сказал, как этот ноутбук называется, но его модель, то вот, собственно, можете прочитать. Ну что, подведем итог. Однозначно не самый лучший ноутбук. Да и, в принципе, ноутбуки от Asus мне не очень-то и нравятся. И вообще, я бы советовал брать ноутбуки от таких компаний, как HP или Lenovo. Ну, потому что, как по мне, это ноутбуки, наверное, с лучшим соотношением цена-качество. Если вам понравилось это видео, то поставьте лайк, подпишитесь на канал. И спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok